Когда вы пишете квадратичную квадсональность, на самом деле нужно помнить квадратное уравнение, корнем которого оно является. Разгадка, загадка Арнольда такая. Давайте проследим за квадратными уравнениями, которым удовлетворяли числа, получающиеся в процессе наших вычислений. Давайте я даже пройдусь с самого начала. Единственное, надо не забыть про кольный из трех пялох. Потому что, все-таки, с ним надо тоже разобраться. А здесь идем с самого начала. Вот было число, корень 187. Как выглядело уравнение, корнем которого оно является? Понятно как? x квадрат минус 187. Правильно? Отлично. Выделили целую часть. Вот давайте посмотрим, что это такое. Корень из 187 минус 13. Как это записать в виде квадратного уравнения? Это очень просто. Надо к этому числу прибавить 13. И тогда оно будет, ну, здесь, естественно, равно нулю. Каждый раз это написано. Понятно. И тогда вот это число будет корнем этого уравнения. Так? Если корень из 187 минус 13 подставить сюда, то вы получите здесь корень из 187, и значит будет 0. Вот так выглядит минимальный многочлен для этого латематического числа. Отлично. Ну, не проблема с плетёком. х квадрат плюс 26х. Тут происходит то самое 169 минус 187. Хорошо. А вот дальше, когда вы разлагаете в цепную трубку, есть такой момент. Вы должны от этого числа перейти к единице, делённой на корень из 187 минус 13. Интересно, что значит перейти к единице делённой? Но надо здесь вместо х написать одну х. Другими словами, надо, если на х квадрат потом умножить, надо рассмотреть такое уравнение. Единица плюс 26х минус 18х квадрат. Поскольку здесь это что-то главное, давайте я ещё раз понять, я объясню. Единица, делённая на х, плюс 26, делённая на х, минус 18. Вот такое уравнение подходит для такого числа. И значит, если на х квадрат умножить, получается вот такое. Отлично. Так понятно? В чём состоит процесс? Какая была целая часть у этого числа? Помните? 13, точка с запятой, что там? 1 был. И весело? Значит, для следующего числа... Слушайте, даже в луках-то не очень хочется выписывать. Я уж конечно выпишу. Следующее число это было такое. У меня теперь на корень из 18х минус 13 минус 1. Для следующего числа квадратное уравнение выглядит следующим образом. Единица плюс 26 умножить на х плюс 1 минус 18 умножить на х плюс 1 в квадрате. Ну, здесь конечно надо расстать скотки. Получается единица плюс 26х плюс 26 минус 18х квадрат минус 36х минус 18 равно 0. Другими словами, я попрошу разрешения не считать дальше. Потому что, мне кажется, я убедил вас в следующем обстоятельстве. Вместо того, чтобы писать вот эти вот крайности, на самом деле, мы могли делать так. Здесь одно квадратное уравнение. Какое-нибудь вот или такое, или вот такое. В нем происходит замена буквы х на х плюс целая часть рассматриваемого корня. И потом раскрываем скотки. И переворачивание, то есть число, когда записывали единица делить на что-то, это вот то, что здесь произошло, когда от уравнения вы перешли к тому, что х заменили на одну х. Понятно? Так вот, ничего кроме этого для разгадки нам не потребуется. Давайте-ка запишем в общем виде. Представьте себе, что когда-то в процессе наших вычислений у нас было квадратное уравнение. Ну, как положено в школе писать квадратное уравнение? Ах квадрат плюс Бх плюс С равняется 0. Так? Как выглядит число, в котором мы работали? Понятно так. Корень этого уравнения это опять любимая формула из школы. Вот неизвестно, то ли плюс, то ли минус, потому что на самом деле мы могли разлагать степенную дробь не обязательно корень 187. Мы могли разлагать минус корень 187. Кстати, интересно, а как будет связан период минус корня с периодом корня? А? Или они вообще никак не будут связаны? Давайте, чтобы стало ранее, помните мы вот такое записывание? 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, А давайте напишем минус корень 187. Целая часть здесь сколько? Минус 2. Целая часть здесь минус 2. Значит, нужно написать 2 минус корень 187. Хорошо. Домножаем на 2 плюс корень 187. Получается, так, 4 минус 2 это 2, 2 плюс корень 192. Так, пока что, пока что, пока что, вроде бы и все хорошо, только надо от 2-ки избавиться. Здесь будет единица, а здесь будет делить на 2. Так, это что такое? Это минус 2 плюс единица, деленное на единицу, плюс единица делить на корень из 2. Опа. А понятно, что когда мы здесь получили корень из 2, то мы привесело сюда напишем вот эти числа. Корень из 2, вы знаете? Да. Значит, мы сюда прям так и напишем. единица, плюс 1, плюс 1, деленное на два, плюс 1, плюс 1, деленное на два, плюс 1. Получается, что тоже периодическая. И период, по сути, тот же. Совершенно непонятно, как это обобщать, потому что здесь это возникло. Но потом мы беремся. Потом мы беремся. Главное, что я хочу, чтобы вы понимали, своя цепная дробь у одного корня квадратного равнения и похожая, но все-таки какая-то другая у другого корня. Пусть у нас здесь выбран или плюс, или минус. Хорошо. Дальше помним формулу квадратного равнения. Корень из... Правильно? Так записывается? Да. Так записывается. Отлично. А теперь давайте посмотрим, что будет происходить с этим уравнением во время нашей работы. И что будет происходить с числом. У нас есть какое-то число, которое мы собираемся разлагать цепную. Там было два действия. Выделение целой части и обращение. То есть записывание в виде единицы и делительного числа. Так вот, из числа выделять целую часть. Это одно удовольствие. Давайте целую часть обозначим какой-нибудь буквой, например, альфа. и в таком случае здесь надо просто-напросто написать минус 2а альфа. Правильно? Выделение целой части для числа записывается так. Хорошо. А как записывается для уравнения? Это я здесь уже показывал. Было уравнение, а что нужно сделать? Нужно вместо х написать х плюс альф. Правильно? Давайте это сделаем. Хорошо. Вот для этого числа минимальным многочленом является вот это. Ну, боюсь, все-таки придется здесь раскрыть скобки. Ах квадрат плюс 2а альфа плюс b умножить на х плюс а альфа квадрат плюс b альфа плюс c. Так. И теперь вспоминаем теперь вспоминаем какая там была следующая операция. когда мы выделяем целую часть, а потом что делать? Вот этот перевод в чем состоял? Там, где было х квадрат, останется просто число. При первой степени ничего не изменилось. А где было число, там стало х квадрат. замена х на 2х квадрата. Замена х на 2х квадрата. я сейчас должен записать следующее уравнение. Вот здесь будет просто а. Дальше ничего не изменится. 2а альфа плюс b х и вот это пойдет а альфа квадрат плюс b альфа плюс c умножить на х квадрат. Так выглядит один шаг алгоритма. Ну, то есть, мы это делаем с конкретными числами. По-моему, пока все видно. А вот теперь вопрос. Что-то там должно было сокращаться. Давайте в общем виде поймем, что же там за сокращение должно было произойти. Смотрите. Вот у нас было такое число. Да, да? Да. Такое число. давайте запишем еще раз понятнее. Минус b минус 2а альфа плюс минус корень из b квадрат минус 4а с. Вот было такое число. 2а. Что надо было сделать? Домножить на такое же выражение только с другим знаком. Отлично. так, а что здесь будет? А здесь будет формула разности квадратов. я подозреваю, что мы способны в числителе посчитать. b квадрат плюс 4а b альфа плюс 4а квадрат альфа квадрат минус b квадрат плюс 4а с. Так, b квадрат скатился? делится ли это выражение на 2а или делится? делится. 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 А вот? По-моему, не такая сложная разгадка. Правильно? Разделилось? Разделилось. 2а это и есть тот самый знаменатель, который там был. Когда мы там видели, я делал с этими корнями, то там был знаменатель. Так? Да. Вот. Ну и вот он сокращается. Отлично. Отлично. А 9 хочу. В смысле? Сокращается не двойка, сокращается целиком. 2а. Нет. Я не говорил, что здесь на 2 конечно делится, но здесь и на а тоже делится. Целиком происходит сокращение. Здесь есть и более серьезный вывод. Если посмотреть на все эти наши вычисления, то получается, что зря вы написали все эти корни. Вот смотрите. Ведь можно просто вообще не обращать внимания на это, а смотреть только на многочленов. Когда вы изучаете алгебраическое число, то на самом деле главное – это его минимальный многочлен. Ну, конечно, еще важно плюс или минус выводить. Это важный момент. Но, тем не менее, важно следить за квадратичной формой. Так, хорошо. Хорошо. Это мы с вами сделали. В самом деле будет исключenser. Надо глазом и сухофериз поверхности изг travel. Здесь все живетanten. Да, но необходим это очень удобно.